Блэкстаринг это лейбл, не в понятиях, а как музыкальный лейбл, да, там тот же самый хаос индустрии, например. На данный момент на Блэкстаре Тим, Мюзик Хайк, я, Диджей Мэг, Жиган, Би Кей. Отличие нашего лейбла от какого-то другого продюсерского центра, я думаю, отличие, наверное, в отношениях, в построении именно отношений между людьми и во всем этом есть, конечно же, организационные моменты, которые присутствуют так или иначе в любом другом продюсерском лейбле, но Блэкстар, он другой, Блэкстар и другая кухня немножко. Но помимо этого всего есть вторая сторона, это другая моя жизнь, которая никакого членов Блэкстар вообще не имеет. Это жизнь в поиске музыкальном, это жизнь постоянно в танце, это постоянный мониторинг просматривания разных чемпионатов, батлов, это постоянный анализ музыкальных тенденций, постоянный анализ музыкальных стилей, что ново, что устарело, что, возможно, вернется, что уже никогда не вернется. У нас понедельник была фотосессия, пришли все, был я, Жига, Хайк, Биккей, Крид, Лаки, Элван, Тим, очень дружеская, веселая атмосфера была, поржали, вообще круто, вот, отсняли то, что хотели, периодически мы посещаем все вместе разные презентации музыкальные, там, связанные с музыкой, иногда даже не связанные с музыкой, вот, поэтому каждый-каждый день абсолютно что-то происходит в Москве. Постоянно я хожу на свою школу танцев, не то чтобы свою, да, мою личную, школу танцев, на которой я уже не один год нахожусь, это школа танцев мейнстрим. Это андеграундная такая школа, с ней очень много у меня связано, это место, в котором я начал свою танцевальную деятельность в Москве, это место пропитано моим потом, это место пропитано моим стилем, эти зеркала не раз видели мое лицо полностью, не знаю, в диком ужасе, я был мокрый, я прыгал, очень много учеников, поэтому каждый, каждую неделю я стараюсь уделять время своим ученикам, возможно карьера диджея сейчас на данный момент занимает у меня много времени, я уже мало могу им уделять времени танцорам, но стараюсь раз в неделю все-таки посещать школу танцев и обмениваться своим стайлом, какими-то идеями. Для меня танцы такая сложная вещь, танцы настолько связаны для меня с какой-то внутренней моей философией, в которой пересекаются и характер, и все остальное, и поэтому наверное невозможно, невозможно ученикам объяснить все, что я думаю о танцах, невозможно им все это объяснить на одном уроке, поэтому, наверное, я стараюсь как-то, 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 по чуть-чуть, по чуть-чуть объяснять многие моменты, которые связаны и как с танцевальной деятельностью, но также они связаны с каким-то внутренним ощущением, именно, понимаешь, на уровне личностных, да, каких-то таких восприятий, вот, не знаю, вот. Я не раз говорил, я больше не беру деньги за танцы, я больше не беру деньги за мастер-классы, и я больше не хочу брать деньги за то, что я сижу в судействе. Для меня нетрудно посудить танцоров, а если для меня это нетрудно, за что мне брать деньги? Танцы точно для души. Мое нахожение на школе танцев, обучение, это миссия. Когда есть свободное время, а в этот момент это был четверг, насколько я помню, мы пошли на студию, я стараюсь посещать студию, так или иначе, мне всегда приходится где-то что-то в треках подправлять. У меня очень часто меняется мнение по трекам, мне сегодня трек нравится, завтра он мне уже не нравится. На данный момент мы делали саунд треку Турн Волл Мап Совместно с Нероком На нем также принимает участие Демиро Профит Это мясной трек, это мясной трек Знаешь, он больше экспериментальный какой-то Тот же самый Тим и Пашу, когда услышали этот трек они сказали блин, ну это какой-то террор, типа это зомби стайл Пашу аж загрузился вот но тем не менее я делаю то, что я хочу делать и даже когда возможно мне кажется, что я не нахожу поддержки я все равно не останавливаюсь вот потому что, бля, у меня соблазд, понимаешь я не могу вот, бля, у меня соблазд снять что-то, бля я не могу деньги вот на свою ну материальные все если ты чувствуешь, делай то, что чувствуешь ну да, бля, я могу себя обогащать сейчас да, могу и хату снять какую-то другую, понимаешь там более, там, большую, там и машину купить, бля, ну я не могу я сейчас понимаю, что я хочу снять клип я понимаю, что пятнашка просто никуда идет в YouTube никуда его не поставят, я знаю ну, бля, реально никуда его не поставят треки бывают из пальца высосанные я адекватно слушаю и понимаю, что трек ни о чем реально трек ни о чем ну просто, вот его реально так так притянули за уши, да так его навязали публике что он, как бы, вроде бы и пошел и вроде бы он всем нравится в трек можно очень много бабла втопить понимаешь, да в трек, в видеоролик можно бабла много втопить и его искусно раскручивать но, понимаешь, не так уж это круто круто, когда какой-то продукт настолько цепляет людей что он начинает сам, понимаешь, да как-то сам себя двигать это очень редкий случай, это очень сложно в субботу заскочил на съемки в тренде лап к замечательным девчонкам которые общительные, интересные пообсуждали и артистов некоторых пообсуждали, в принципе, популяризацию новых YouTube, интернет-звезд, да вот, поговорили об этом немножко затронули мир моды я местами шмоточник да, я не сказал бы, что я прям ну, то есть, не серьезно отношусь к своему внешнему виду не-не-не, я очень часто подбираю себе гардероб и очень капризно отношусь иногда к моментам, когда мне там, знаешь, там что-то ко мне не подходит там, да или там цвет не понравился а-а-а-а-а-а